29 июня в театре музыкальной комедии будет проходить спектакль No Smoking, есть у него еще и второе название, но об этом с нашими гостями. Александр Самусенко, исполнитель роли Марка Берштейна, и Александр Станкевич, исполнитель роли Теремного надзирателя. Это он. Доброе утро. Доброе утро. Приветствовать. Вы сегодня, собственно, для того, чтобы рассказать о спектакле. Спектакль называется No Smoking или пить, курить и водить машину без прав. Правильно? Да. С превышением скорости. Там такое длинное название. Пить, курить, водить машину без прав. Вам такое особое наслаждение сейчас доставляет название спектакля произносить его. Ну и коротко No Smoking. Делайте вид, что мы знаем, о чем спектакль. Да. Делайте вид, что вы не знаете. Ну, не первый уже показ этого спектакля будет 29-го числа. Ну, не первый. Мы, честно говоря, не считаем, но больше десяти, да, Саша? Да, больше, конечно. Больше десяти точно уже прошло. Мы... Это происходило и в Одессе, и в Киеве, и в Днепропетровске. И все. И все, да. В Днепропетровске, в Киеве, в Одессе. Пока что мы были так. И, собственно, ну, идет он, на самом деле, регулярно в городе Одесса. Его любят. И вообще, это, на самом деле, реальная история. Кто не знает, это автор Филипп Лелюш. Филипп Лелюш в аэропорту был заключен в камеру предварительного заключения, но во Франции, понимаете, да? Есть разница, между Францией и мы, да? Абсолютно. В камеру попадают еврей, украинец и русский. Ну, а дальше, в зависимости от того, кто анекдот рассказывает, да? Да, да, да. Кто и анекдот. Ну, и, в принципе, и в самом, в самой пьесе, во французском варианте, там нет участкового. Вот то, что делают... Ну, откуда, знаете, во Франции участковый, да? Ну, надзирай. Как выглядит участковый во Франции? Нет, нет, там просто у них, они по-другому сделали, но мы все-таки решили, мы же у нас, как без человека, который закрывает людей. А кто занимался адаптацией спектакля вот для наших реалий? Наш продюсер Людмила Нечаева. Она адаптировала. Она, собственно, пять лет она вынашивала этот продукт, потом она адаптировала, потом... Ходила по дворам, спрашивала. Ну, как вам? Как по-вашему выглядят типичные участковые, да? Вот так. Вот, собственно, так выглядит типичный участковый. Не, ну, подожди, это я пока трезвый. Да. Потом я побреюсь, у меня будет гладенько. Когда я дену форму, вы поймете, что так действительно выглядят типичные участки. Сейчас я не похож. Ну, судя по вашему настроению, спектакль исключительно комедия. Ну, там есть нюансы. Я скажу так, потому что, если сейчас сказать, что там будет происходить, будет неинтересно. Да. Нюансы есть. Это интрига. То есть такое есть. Интрига? Интрига. Бешеная интрига. Мы, значит, ее не раскрываем. Но смешно. Однозначно смешно, потому что люди смеются. Мы проверяем. Там есть музыка, дым, свет. Дверь. Даже танцы, дверь даже есть. Ну, спектакль, в общем, о нарушении каких-то запретов. Ну, я бы сказал, что он о жизни. В принципе, о каждом из нас. Каждый из нас где-то что-то нарушает. Где-то позволяет то, чего не надо бы позволять. И потом это все наматывается в такой клубок и тянется за собой. Просто все гораздо проще. Смотрите, вот перед Новым годом, да, в одну камеру попадает еврей, украинец, русский. Каждый попал сюда и каждый хочет встретить Новый год, но его не выпускают. Почему ты начинаешь с еврея? А потому что я играю Марка Дирнштейна. Это единственный шанс, чтобы он был первый, понимаете? Чтобы он был первый. История произошла под Новый год, но, тем не менее, показываете вы ее летом. Круглогодично, я бы сказал, да. Вы хотели спросить, что-то с нами не так? Я не могу ответить на этот вопрос. Скажите, есть ли у спектакля какие-то возрастные ограничения? Ну, я думаю, что до школьникам и детям, которые ходят во второй, ну, до третьего класса. До четвертого. До пятого уже вступаем. До пятого класса. До пятого класса. В принципе, можно, потому что там... Ну... Ты хотел сказать, в смысле, не будет интересно. Не будет интересно, да. Не будет интересно. Там тема, ну, более, как бы сказать, взрослая поднимается тема, вот, людей, которые уже получили паспорт. У нас есть фотографии с этого спектакля. Давайте их сейчас покажем. И, может быть, вы прокомментируете, что там. Это кто? Это я. Надзиратель очевидный. Это Саша, когда носил урановый браслет. Я ему говорю, не надо. Это Саша. Вот рядом я в милицейской форме. Да, вот видите, как выглядит... Это тоже я, но... Это Саша пускает солнечные зайчики на Богдана Паршакова. Собственно, это вот, который человек Богдан Паршаков, он играет украинцами. Да, это вот украинец и еврей, видите, то есть между нами нет никаких границ. Между ними тает лед, да. Это я обнимаю Сергея Фролова, он вернулся из командировки. Очень рад. Очень хорошая сцена, она такая, одна из лучших спектаклей. Вот Сергей Фролов играет у нас русского, скажем. Вот, собственно говоря, это... Да, вот трое ребят, которые попали в камеру, они в смокингах. Ну, как и всегда. Скажите, пожалуйста, вы с этим спектаклем поездили по городам Украины. Немножко. Вы переслели и Киев, да, и Днепропетровск. Киев, Днепропетровск. По реакции на юмор, вот она отличается от одесской? Потому что я знаю, что очень часто Одесса смеется в одних местах, Киев, в других местах спектакля. И вот в зависимости от города юмор как-то чувствуется по-разному. Я вам скажу, даже климат отличается. Вы говорите, юмор. Нет, ну, действительно, Киев, у Киева свое видение. У Киева всегда свое видение. Абсолютно. В Одессе много чего проходит, потому что мы же его ставили здесь, и он адаптировался в Одессе. Много проходит, там есть, ну, такие, нашинские, назову я. Ну, и зритель-то у нас теплее. Да, и поэтому в Одессе смеются, скажем так, больше. У вас исключительно мужская компания, да? Нет, ни в коем случае. Есть одна женщина, есть. У нас есть, которая разбавляет, да, это мужская компания. Расскажите о других исполнителях. Татьяна Саковская, это, собственно, адвокат. Адвокат, который приходит спасать вот этих людей. Актриса украинского театра, очень хорошая актриса, она работает у нас в спектакле. И, собственно, да, исполнять роль адвоката, она потом... Ну, мы не можем говорить дальше, понимаете? Нам не вернут паспорт. Спойлер будет. Скажите, пожалуйста, персонажи, которых вы играете на сцене, они вам близки? Вот особенно это интересует надзирателя. Нет, Саша не сидел, если вы об этом... Нет, не близки, если честно, абсолютно не близки. Но почему-то чисто физиологически так случилось, что приходится играть милиционеров, военных и депутатов. Я не знаю, как это связано, но какая-то связь в этом, наверное, есть. А мне что сказать? Саша, я не... Шалом, может. Можно сказать шаббат шалом, хотя сегодня вторник. Подожди, слушай, евреев, убийца вампиров, да? То есть вот такие вот какие-то вещи, да? Да, Саша. Ты подставил меня? Конечно. Давайте еще раз пригласим всех в Театр музыкальной комедии на концерт. Давай. Давай. Куда говорить? Куда говорить? Куда? Дорогие друзья, 29 июня в Театре Музкомедия в 19.00 пройдет спектакль «Пить-курить». Приходите, вы увидите Александра Самусенко, Александра Станкевича, Богдана Паршакова, Сергея Фролова и Татьяну Саковскую. Музыку, танцы, песни и шутки. И много дыма. И много дыма. Ты об этом еще думаешь. Дыма будет много. Да. А почему дыма много? А вот придете и увидите. Заинтриговали, действительно. Если хотите насладиться этим спектаклем, называется он «Ноусмокинг» или «Пить, курить и водить машину без прав». Театр музыкальной комедии 29 июня в 19.00. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо за то, что рассказали о спектакле. А у нас в гостях были Александр Самусенко, исполнитель роли Марка Бердштейна в этом спектакле. И Александр Станкевич, исполнитель роли тюремного надзирателя. Имя есть у тюремного надзирателя? Нет, нет. Давайте без имя. Без имя. Он работает под прикрытием. Работает под прикрытием. 29 июня в 19.00. Театр музыкальной комедии. Ну, а утро на седьмом продолжится буквально через несколько минут сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин